здравствуйте друзья это кузнецов дмитрий я в этом ролике предлагаю вашему вниманию переговоры с сотрудницей банка тиньков датированные сегодняшним числом 26 сентября вот буквально полчаса назад почему я это делаю так оперативно ну потому что флешмоб продолжается тиньков никак не может сообразить что ему нужно делать я имею ввиду олега тинькова ну а мы с вами понимаем всю безвыходность ситуации сложившейся и которую собственно говоря создал сам олежа олег посмотри в очередной раз как свято верят в твое беззаконие именно в твою именно ты создал все это как ты заявляешь это твой бизнес твои сотрудники и вот ее их бестолковость не позволяет им вникнуть в четкие конкретно сформулированные аргументы друзья мои вашему вниманию очередное доказательство вероломности бесполезности и скажем так недееспособности банка тиньков ну а вам я предлагаю поставить лайк подписаться на наш канал ну и комментарии конечно пишите это само собой а тем кому нужна юридическая защита не только от тинькова от любого другого воздействия со стороны банковской системы вы можете посмотреть видео на сайте ссылочка на сайт в описании этого любого другого ролика и там как раз таки рассказывается как мы можем вам помочь все по полочкам разложены мы с вами смотрим простите слушаем ролик очередной алло здравствуйте меня зовут наталья вячеслав на де оптимизации финансовых потерь банк тиньков как я могу к вам обращаться кому вы звоните ирина александровна вам знакома конечно знакома сестра моя а как я могу к вам обращаться с целью корректного разговора можете меня называть дмитрий евгеньевич а дмитрий евгеньевич а вы давно общались со своей сестрой или на александр вы прям прервали меня вот этот звонок прервал наше общение мы примутом можно сказать течение крайней минуты общались а дмитрий евгеньевич тогда вы должны быть возможно в курсе у нее какие-то сейчас финансовые трудности абсолютно никаких наоборот подъем финансовый у нас в семье дмитрий евгеньевич а она вам рассказывала о своих взаимоотношениях с банком тиньков то сейчас только ленивый не рассказывает о взаимоотношениях с банком тиньков я вас поняла а кто и кто то есть сейчас финансовую помощь оказывает или только она зарабатывает и не нужна никакая финансовая помощь у нас свой бизнес семейный мы очень хорошо все зарабатываем она совладелец этого бизнеса то есть у нее никаких нет финансовых трудностях трудностей все у вас стабильно и в порядке с бизнесом я правильно понимаю нет не стабильно в рост в гору а почему вы спрашиваете все это дмитрий евгеньевич просто у банка тиньков и ирина александровна есть договорные отношения и мы звоним по вопросу обслуживания ее счета в нашем банке почему то с ней связаться не можем не знаете чем это может быть связано договорные отношения вы утверждаете что есть какой-то договор да да подписаны двумя сторонами да а кто со стороны банка подписывал дмитрий евгеньевич подстанье договора считается когда клиент получил анкету заявления подписал отправил банк вы верите в это сами послушайте дмитрий евгеньевич подписанием договора является факт активации карты ирины александрова так это написано в вашем вот этом с позволения сказать документе в законе об этом нет ни слова существует закон о банках и банковской деятельности на основании этого закона все отношения подразумевающие формат финансо кредит финансово кредитных отношений должны фиксироваться долговой распиской в случае юридического лица и физического лица кредитным договором договором займа в конце концов дмитрий евгеньевич поинтересоваться а представляете сейчас интересы ирины александровны да ну если вам так удобней то без проблем пускай будет так я просто разговариваю с вами я вам уже объяснила что фактом как бы подписание договора со стороны банка является активация карты ирины александровны я вам прокомментировал ваше ошибочное понимание ситуации это вот это вот заявление ничего общего с законом не имеет существует закон еще раз повторю анкета заявления является неотъемлемой частью договора правильно частью договора а где договор привет хорошо хорошо даже с этим попробую согласиться скрипя душу но хорошо если есть часть где целая договор в банке состоит из трех частей это анкета заявления заполненная клиентом а именно ирина александровна и подписанная также условиями комплексного банковского обслуживания комплексного банковского обслуживания и тарифным планом то есть это приложение это приложение да к договору я так вас я правильно вас понял ну не могут вот эти обособленные документы в части договора при приложении да то есть либо они создают одно целое так事 кредитным договором кем кем считается донные три со стани налог地 кем вот вы говорите считается кто то считает со стамилина что это является кредитным договором теперь кто считает договором является заполненная клиентом анкетой в остат combines и подписанной, соответственно, тарифный план, полученный Ириной Александровной, и условия комплексного банковского обслуживания, которые также Ирина Александровна получила. То есть Ватикан теперь не является самым маленьким государством, теперь еще и Банк Тинькофф – маленькое государство со своими законами, со своим кодексом и, собственно говоря, со своими пожеланиями. Я правильно вас понял? И с пятью миллионами клиентов, то бишь граждан. Вы можете утверждать как угодно. Все свои утверждения четко основаны на ваших заявлениях. Когда я вам говорю о законе, вы изо всех сил пытаетесь его игнорировать и противопоставить ту информацию, которая вам написана в скрипте вашими якобы юристами, на самом деле работодателями, которые заинтересованы... Такому закону противоречит то, что я вам сейчас... Еще раз повторяю, закон о банках и банковской деятельности подразумевает финансово-кредитные отношения, должны фиксироваться между сторонами, субъектами юридического права, долговой распиской, кредитным договором, либо договором займа. С подписями двух сторон. Все остальное, анкеты, всевозможные оферты, это может быть с большой натяжкой признано как приложением, но... Существует такое понятие, как акцепно-офертный договор. Конечно, конечно, но если... Акцепно-офертный договор, которая предлагает банку заключить с ней договор путем подписания анкеты заявления и отправленной банком. Знаете, в чем проблема? В чем проблема? В вашем ключевом слове предлагает банку. Так вот, есть даже в законе прописано, что такая форма договора возможна, если это не противоречит законодательству. Так вот, такая форма договора возможна во многих сегментах гражданско-правовых отношений, но только не в формате, как говорится, дал-взял. И это регламентирует закон. Девушка, я могу, но я вам очень рекомендую. Вот вам, собственно говоря, было бы очень полезно понимать, где вы работаете, но я надеюсь, вы уже все там YouTube посмотрели и вы обескуражены, да, и что происходит сейчас с вашим рабовладельцем. Ну ладно, я не буду на это отвлекаться, потому что это на вашей совести оставаться на работе и выполнять работу этого типа. Дмитрий Евгеньевич, я вам уже сказала, что у Ирины Александровны существуют договорные отношения. Да нет, не может существовать договор без росписи двух сторон. Это не договор тогда. Договорные, Ирина Александровна. Договор от слова договорились. Да, аферта, аферта, девушка, аферта уместно при отношениях, допустим, пошла, если бы она сапоги ремонтировать, или бы, может быть, ремонт заказала, либо еще что-то в этом роде. Это, и даже если отнестись к ситуации, с вашей точки зрения, вы сказали, что она предложила аферту, но она ничего не предлагала. Она подписала типовые... Она заполнила заявление и подписала, и отправила в банк. Слушайте, я вчера заполнял анкету в магазине на получение карточки, да, скидочной. Дмитрий Евгеньевич, это ваше право. Да, естественно, я сейчас не пытаюсь, скажем так, в противоречие с вами вступать, а пытаюсь изо всех сил вам дать понять, включите, наконец, мозги. Вы вот позоритесь, работаете, ничего в ваших словах не соответствует закону. И вы пытаетесь навязать свою точку зрения, даже не свою точку зрения, а ту точку зрения, которую вычитали в своих инструкциях. Стыд и позор. Дмитрий Евгеньевич, заполнил? Я Дмитрий Евгеньевич. Ну, только давайте... Теперь продолжите. Ну, продолжайте, только возьмите себя в руки и включите мозги. Дмитрий Евгеньевич, если вы так говорите, что Ирина Александровна не подключала... Да это не я говорю, это закон говорит. А я просто комментирую ваши действия, которые противоречат закону. Тогда скажите мне, пожалуйста, или уточните у своей сестры, сколько лет она уже обслуживается в нашем банке? Какая разница? Ну, столько лет ее банк обманывал. Давайте так. Столько лет ее банк обманывал. Это ваше право думать. Ирина Александровна видела... Не право, это геологическая особенность человека любого. Имеет счет в нашем банке, обслуживается уже не первый год. И что? И пополняла свой счет всегда вовремя и нужными платежами. А теперь пришла в себя, разобралась в ситуации и понимает, что она делает это зря. Это ваше право. Зачем вы говорите заученными фразами? Я вас попрошу, включайте мозги, если есть что включать. Я сейчас разговариваю не с владельцем счета, а с родственником. И что? Могу я вас попросить передать номер телефона банка с целью, чтобы Ирина Александровна перезвонила... Ой, душа моя, вы понимаете, что вы работаете в таком месте, которое в принципе... Ну, знаете... Ну, извините уж за выражение. У вас есть там, где вы сейчас находитесь, в вашем городе, какая-нибудь трасса, где дальнобойщики ходят? Это будет более достойно. Удовольствие, польза будет от вас хоть какая-то. Дмитрий Евгеньевич, я не собираюсь выслушивать данные реплики. Да вам придется, но сейчас банк трещит по швам. Дмитрий Евгеньевич, я сказал вам вопрос. Трещите работать. Вы готовы записать номер телефона банка? Да сейчас только ленивый не знает номера телефона банка Тинькова. Я поэтому спрашиваю вас этот вопрос. Он у меня записан. Да или нет, я четкий вопрос вам задаю. Так что вы взяли, что вам, уважаемая девушка, кто-то обязан отвечать на ваши четкие либо нечеткие вопросы? Вы очень сильно заблуждаетесь. Я не буду задерживать ваше время, мы тогда с вами попрощаемся. Вы лучше со своим временем разберитесь, на что вы его тратите. Своё время. Дмитрий Евгеньевич, вы не ценное вам время в жизни. Вы еще молодая особая и не понимаете, как время быстро бежит. Вам еще детей восхит. Дмитрий Евгеньевич, вам хочется поговорить с самим собой? Вы меня не слышите, но это особенность сотрудников банка Тиньков. Дмитрий Евгеньевич, я вас слышу, вы говорите одно и то же. Я вам задала конкретный вопрос. Услышать и услышать. Если вы не готовы, могу я закончить фразу? Вы можете взять, разогнаться и башкой в угол удариться, и чтобы у вас мозги хоть немножко зашевелись. Вы готовы скидать номер телефона вашей сестре, да или нет? Нет, мы с вами попрощаемся. Если вы готовы, вы запишите номер телефона, и мы также с вами попрощаемся. Вы не смогли смотивировать должника на оплату, правда? Дмитрий Евгеньевич, я сейчас не с клиентом общаюсь, а с родственником, точнее с братом. И что? Это отменяет какие-то мои свободы слова? Я не должна с вами вопросы решать никакие, и уж тем более мотивировать. Я что с вами пытаюсь что-то решить, я вам даю четкий, добрый совет человека, имеющего за плечами 45 лет жизни. Дмитрий Евгеньевич. А вам сколько? Есть хоть 20 лет, а? И вы решили пойти на работу, оторвав объявление на столбе. Этот диалог, он бессмыслен. 200 рублей вам платят, да, за звонок, если вы достигли результата. Дмитрий Евгеньевич.